Дрон на месте. Датчики в норме. Показатели стабильные. Вас понял, мобильная станция. Разрешаю бурение. Разрешение получено. Бурение начинаем. Мы получаем большее сопротивление, чем ожидалось. Предполагаем, МОХС приходит высоко. Вас понял, мобильная станция. Доложите сейсмологию. Все на нуле. Вас понял. Вам разрешено бурить, пока сейсмограф показывает оптимальные значения. Как поняли. Вас понял. Дрон внедряется в объект. Дрель в норме. Дрель вошла в объект. Повторяю, дрель вошла в объект. Объект полый, наполнен газом. Предположительно обычный воздух. Нетоксичный. У нас минимальное пространственное искажение. Трос держится крепко. Мы на отметке 0. Вас понял. Действуйте по своему усмотрению. Активируем шкив. Снижаем дрон. Мы ослабили трос. Дрон на ровной поверхности. Глубина спуска примерно 39 метров. Активируем линзу ночного видения. Подтверждаю. У вас есть картинка внутри объекта? Да. Видим здание около центра объекта. Пожалуйста, мобильная станция. Повторите. Вы сказали здание. Подтверждаю. Двухэтажные на вид жилые. Есть деревья хотя бы по одному около зданий. Поверхность? Почва. Растения? Мертвые растения. Скорее всего это трава. Весь интерьер имеет вид жилого строительного участка. Здание, дерево, газон. Вся растительность мертва. Здание в аварийном состоянии. Высылаю картинку. Как видите, прием. Изображения получены. Подтверждаю описание. Прием. Вас понял. Дрон двигается вокруг здания по часовой стрелке. Действуйте по своему усмотрению. Дрон двигается без затруднений. Задний левый участок дома сильно поврежден. Предположительно от взрыва присутствуют следы огня. Стена разбита на мелкие куски. У нас есть изображение внутри здания. Комната содержит остатки дивана, кабинета, бытовой мебели. Геометрия стабильна. Комната содержит неопознанную структуру в приблизительном центре. Мобильная станция. Пожалуйста, уточните. Структура выглядит как статуя черная. Возможно, из обсидиана, турмалина. Статуя изображает двух гуманоидов. Одного среднего роста, мужского пола. Другого низкого роста, скорее всего, ребенка. Мужчина держит каменную табличку. Ребенок, кажется, изображен падающим назад. Описание получено. Пожалуйста, подождите. Ждем, пока придет изображение. Поверхность конструкции гладкая, не сильно испорченная или грязная. Постамент из другого материала. По-видимому, просто камень. Видна гравировка. Написано на английском языке. Вам дано разрешение на чтение текста. Прочтите. Прием. Вас понял. Читаю текст. Данное удаление. Вы еще что-нибудь обнаружили? Нет. Мы можем продолжить изучать аномалию? Нет. Инсценируйте протокол полной эвакуации. Это приказ. Как поняли? Подтверждаем. Инициируем протокол. Шкив подготовлен. Эвакуация начата. Тяга оптимальная. Дойдем до поверхности за несколько минут. Подтверждаю. Отбой. Да. И? Агент Карток сидел в ошеломлении. И? Что и? Агент Хандерсон был слегка смущен. Что и? Я не понимаю этого. Агент Картер импульсивно откинул волосы назад. Все это ложь. Агент Хандерсон встал из-за стола, где стоял компьютер. Ну ладно, это не строго по книжке, но что вы предлагаете? Картер сделал паузу, как будто бы для эффективности. Это 20.46. Чего? Ой, в смысле 24.46. Это искажатель реальности. Хандерсон приложил пальцы к губам, обрабатывая эту информацию. Мы не знаем, что это искажатель реальности. Это же очевидно. Искажатель реальности. Хандерсон поднял палец. Ничто не связывает эти два случая, кроме места действия. Ну да, совершенно. Но смотри, что-то спонтанно появляется в Сан-Хоусе. Без предупреждения внутри Земли. Это должно быть как-то связано. Под Сан-Хосе. Под Сан-Хоусе, да. Кроме того, основываясь на Писании, объект был пустым. 2446 проявляется внутри материи, не перемещая ее. Это совершенно разные явления. Он мог переместить сначала всю грязь, а затем транспортировать сферу. Итак, вы предполагаете, что это искажатель реальности, о котором мы не знаем и который непонятно для чего нужен. Я не знаю. Ну, может быть, все, что угодно. И эта статуя, и этот дом определенно как-то связаны. Ну, может быть и так. Да так это. Ладно, смотри. Хандерсон положил руку на плечо Картера. Я очень ценю, что ты изучаешь такого типа аномалии, но ты сходишь с ума, ища связь между ними. Какое отношение имеет этот файл к искажателю времени? Я отправил запросы на исследование этих документов, но запрос был отклонен. Мы до сих пор даже до конца не знаем, что такое SCP-2446. Мы знаем, что это такое. Нет, мы не знаем. Мы не знаем, что это за тела. Нам не дают полноценную информацию. Это заговор? Картер был озадачен. Нет, я имею в виду, здесь должно быть больше. Больше информации. Нам что-то недоговаривают. Нам говорят только то, что нам действительно нужно знать. Я уверен, что мы будем проинформированы о 2446-м, когда нам это нужно будет знать. Я подам свой запрос на исследование этого документа, а ты пока просто не беспокойся об этом. Картер вздохнул. Хорошо. Я постараюсь выбросить это из головы. Спасибо. А теперь иди работать. Картер вышел из кабинета своего начальника и пошел в холл. Хандерсон стоял в центре своего кабинета и смотрел на дверь, за которой только что скрылся Картер. Фух. На этот раз пронесло. На этот раз пронесло.